В совещании в Чубаксарах участвовали руководители разных регионов страны. Они делились впечатлениями от визита в Чувашию, говорили о возможностях сотрудничества. Между Ставропольским краем и Чувашской республикой подписаны соглашения. Мы его два года назад подписали. И я могу сказать, что именно в электроэлектроэлектрическом взаимодействии мы очень сильно, даже не конкурируем, а дополняем друг другу. Сегодня очень много направлено на воссоздание и развитие военно-промышленного комплекса. И поверьте, без той электроники и тех специальных профессиональных образовательных учреждений, в которых мы сегодня побывали, вот я лично побывал у вас, в вашем ЧМК, без них не получится развитие оборонки. И людей мы для оборонки не восстановим. Поэтому это правильное стратегическое направление. И в нашем соглашении мы его опять-таки тоже развиваем. У нас взаимодействие по товарообмену. То есть мы два сельскохозяйственных регионов, мы меняемся делегацией, меняемся товарами. У нас взаимоотношения между нашими предприятиями в части развития электронной промышленности. Ваша республика уже сегодня приобрела определенный кластер, именно производственный, связанный с высокими технологиями. В нашу область сегодня заходят такие крупные игроки в виде как работодателей. Это «Газпром», это «Роскосмос». Вы знаете, что у нас строительство космодрома ведется. И тот опыт, который сегодня мы оценили в виде вашего лицея, который ведется и по другим направлениям, он на самом деле очень достойен уважения. У вас очень высококачественно получают сварщиков, многие другие рабочие профессии, которые очень сегодня востребованы на Дальнем Востоке. Почему? Потому что через нас пройдет такой крупный проект «Сила Сибири» – газопровод. У нас будет продолжено строительство двух заводов – это газохимические и газонефтеперерабатывающие. То есть это порядка 25 тысяч новых рабочих мест. Тот опыт, который сегодня возможен, есть в Чувашии, который нам презентовали, который сегодня оценит председатель правительства. Мы были рады, если бы он распространялся не только в вашей республике, но и за ее границами. Считаю, что такого рода учреждения, которые от обучения до трудоустройства, они решают проблему занятости, проблему обеспечения рынка труда рабочей силой. Поэтому очень важно, чтобы сейчас это имело практическое развитие.